Аферисты с Востока в Германии осудили выходцев из Украины и России за медицинские махинации. Основатели фирм по уходу за престарелыми и тяжелобольными обманывали страховые службы. Как работала схема, расскажет Татьяна Лагунова. От двух до семи лет земельный суд Дюссельдорфа вынес приговор по делу так называемой медицинской мафии. Девять человек, все по данным немецких СМИ, выходцы из Украины и России, приговорены к тюремному заключению за мошенничество и обман страховых касс. Все осужденные работали в фирмах по уходу за престарелыми или тяжелобольными людьми. Они договаривались с клиентами, как правило, тоже выходцами из стран Восточной Европы, о такой хитрой схеме обмана страховых касс. Пациенты за денежное вознаграждение подписывали документы о том, что они получают от компании по уходу полный перечень услуг. Это и терапевтические процедуры, и уборка, и помощь в закупке продуктов. Фирмы, не делая ничего из вышеперечисленного, просто пересылали счета за услуги в страховые кассы и получали от них щедрые выплаты. По данным следователей, за несколько лет работы компании выставили фальшивые счета по уходу за более чем сотни клиентов и нанесли Германии ущерб в размере 8,5 миллионов евро. Сегодняшний вердикт, впрочем, в силу пока не вступил, его еще можно обжаловать в Федеральном суде Германии. Процесс в Дюссельдорфе – это только начало, говорят немецкие правоохранители. Под подозрением в мошенничестве сейчас находятся более 200 фирм по уходу за тяжелобольными и престарелыми людьми в разных городах Германии. И большинство из этих компаний тоже основаны выходцами из стран Восточной Европы. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности – Немецкое бюро телеканала «Интер».